Всем привет, я Ангелина. Сегодня будем разбирать 27 задание из ЕГЭ по физике 2022 года. Вариант 19 из Лукашева. Тепловой двигатель используют в качестве рабочего вещества 1 мол идеального 1 атомного газа. Цикл работы двигателя изображен на поводиаграмме и состоит из двух адиабат, изофор и изобая. Знаю, что КПД этого цикла 15 процентов, а минимальные и максимальные температуры газа при изофорном процессе 37 градусов и 302 градусов. Определите количество теплоты, получаемое газом за цикл. Нам дано 1 мол и КПД. Сразу напишем в доле, 0,15. И заметим, что в диаграмме участок 3-4, изофорный процесс, тогда мы Т максимальное запишем как Т3. Т максимальное. И это у нас 302. Сразу переведем в Кеннин. Плюс 273 кельмин. Это у нас 575 кельмин. И АТ минимальное запишем как Т4. Т минимальное равно 37 градусов. Тоже переведем в Кельмин. Плюс 273 кельмин. Это у нас равно 310 кельмин. И нам нужно определить количество теплоты, получаемое газом за цикл, то есть КУ-нагреватель. А, и давайте тут нарисуем эту диаграмму. Вот, вот этот объем. Ну, как-то так. Четыре, три, вот этот один, два. И для начала рассмотрим участок 1-2, который мы видим, что это изобарный процесс, то есть постоянная константа. Так как вот на участке 1-2 мы видим, что давление не изменяется. Поэтому по постоянной. И тут давайте напишем формулу, то есть уравнение Менделеева Кайперона. Тут у нас объем повышается, тогда повышается и температура. Отсюда можно сказать, что дельта на участке 1-2 больше нуля. И следовательно, давайте напишем, что если давление повышается, то отсюда следует, что работа на участке 1-2 больше нуля. И далее запишем первый закон термодинамики, который гласит, что тепло, переданное газу, идет на изменение внутренней энергии и совершенной им работы. То есть у-1-2 равно А1-2 плюс дельта У1-2. И мы можем сказать, что это у нас больше нуля. Тогда из этого следует, что это у нас нагреватель. Так и напишем. Нагреватель. То есть оно получает. Получает. И давайте вот это. Будем несколько. Давайте далее рассмотрим участок 3 и 4, в котором мы видим, что это изохлорный процесс. То есть В у нас постоянное. Вот. Даже могу показать, что 3 и 4, это у нас В не изменяет. И давайте запишем уравнение Мигельево-Клайперона. Мы тут можем сказать, что если давление уменьшается, то уменьшается и температура. Отсюда мы можем сказать, что дельта У на участке 3 и 4 меньше нуля. И, собственно, дальше мы можем сказать, что если В константа, то у нас работа на участке 3 и 4 равно 0. Из этого мы можем сказать, что КУ на участке 3 и 4 меньше нуля. То есть это холодильник. 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 То есть он отдает. Отдает. И. Далее запишем. У холодильника. Он равен КУ 3 и 4. По определению КУ холл. Холодильника это отрицательное от всех КУ. Поэтому я КУ 3 и 4 записала в него. У меня тут не в лесу, поэтому 3 деленное на 2. У это 4 минус 103. Все это в модуле. И так как мы записали на модуле, нам вот это нужно перенести. Нам это нужно вот так. И далее давайте запишем формулу КПД 1 минус КУ холодильника деленное на КУ Н нагревателя. Отсюда если вырезать КУ холодильника и КУ нагревателя, будет равна 1 минус N. И по условию нам нужно было найти КУ нагревателя. Тут будет наверху КУ холодильника 1 минус N. И давайте подставим все чисельные значения. Вам было понятно. У холодильника это у нас. Вот это стоит. То есть 3 минус 2 умноженное на 1. Умноженное на 1. Вот это R. Это газовая постоянная. Оно равен 8,3. 30. Ага. И T3 у нас это. 575 минус 310. И деленное на 1 минус 0,15. 10. Так я возьму стойкость. И деленное на 1,5. Обяжаем на 1,5. Вяжем на 1,5. И деленное на 1,5. 1,5. Обяжаем на 1,5. У меня на 1,5. 1,5. 86 шоу и так как эта задача из второй части нам нужно обязательно нужно записать ответ потому что если вы его не напишите могут